Ну, Ирина, я вот хотел бы, ну, мне интересно узнать было, как вы вообще пришли, уверовали в Бога. Ну, и вот чтобы вы с самого детства рассказали вообще, может быть, вы думали о том, ну, вот, с чем вы отличались от других людей, да, потому что много людей сейчас неверующих ходят, которые вроде как и не задумываются. Когда у вас были первые призывы, вы знаете, от Бога, кто на вас влиял. Так, вот с детства расскажите, пожалуйста, вот с самого детства сознательного, как вы себя помните? Ну, вообще, в принципе, не знаю даже, с чего тут начать рассказывать, но вот семья у нас вообще обычная, то есть, ну, как бы в Бога, с одной стороны, верили, ну, как сказать, в существование Бога, скажем так, верили. Вот, такой прямо какой-то веры осознанной нет, конечно же, не было. Ну, на уровне того, что вот Бог не вмешивается вообще никак в нашу жизнь, то есть, мы сами по себе, Бог сам по себе. То есть, вот такая, как бы, вера была у нас в семье, вот. И, ну, мне там когда-то что-то рассказывали, что-то там в раю про родителей натворили, и вот теперь мы тут, и нас бросили, скажем так, и мы тут сами варимся в собственном соку, и вот, ну, как бы, поэтому мы так живем. Ну, вот так есть, и все. И вот я как бы думала, что он, в принципе, так и до какого-то времени, что так оно на самом деле и есть. Вот, потом, значит, это было в начальной школе еще, вот, нам прочитали какой-то атеистический рассказ, в общем-то, в том же духе, в котором сейчас, я примерно сказала, то есть, как была вера в нашей семье, только еще вообще как в другую сторону, прям вообще атеистическую. В каком плане, ну, как бы, сейчас поясню просто. Там, ну, в общем-то, как бы, говорилось так вот как-то саркастически, скажем так, что, ну, вот что-то, Адам с Евой какой-то маловажный такой поступок совершили, и вот Бог их изгнал из рая, Он им позавидовал. Вот так вот было. Вот, и я помню это такое, какое-то мерзкое ощущение, на самом деле, от этого рассказа. Яд в пристуле, в голову. Ну, как же так, ну, вот не может это быть, а какое-то было представление все-таки о Боге, ну, не знаю уж откуда, ну, какое-то как о все-таки совершенном существе, да, но Он не мог так поступить, ну, в любом случае не мог. Я не знаю, что там было, но вот Он не мог поступить. Ну, и я дальше стала заниматься этим вопросом, но поскольку я не знала, что конкретно надо читать, там, Библию, еще чего-то, вообще никаких представлений таких не было, я стала спрашивать у своих родителей, ну, и они мне сказали то, что я вот вам только что рассказала, да, что Бог нас, собственно говоря, бросил. Вот, ну, я как бы на этом не остановилась, и продолжила искать, ну, как-то думала вообще, вот где Бог. И однажды летом мы пошли с подругой, если что-то куда-то гулять, и мы решили помолиться. Ну, поскольку мы не знали совершенно, кому молиться... А это сколько лет вам было? Ну, это было восемь-девять тогда, вот. И вот в возрасте девяти лет, ну, в общем-то, начался такой вообще прям активный порт, скажу, прямо. Вот. Ну, мы с подругой не знали вообще, кому молиться, решили помолиться в природе. Ну, просто так. И что будет? Ну, естественно, никакого ответа мы не услышали, понятное дело. Вот. И, ну, я сделала свой, скажем так, вывод. Ну, значит, Бог не личность, он не слышит. Вот. Возможно, может и правда его нет, или ему вообще, собственно говоря, не до нас совершенно. Вот. Ну, а дальше в том же самом возрасте, значит, у меня умирает дедушка. Вот. И я начинаю... Ну, мне становится как-то страшно от этого. Вот. Я начинаю прокручивать свою жизнь. Я начинаю спрашивать, как бы, родителей, для чего, собственно говоря, вообще мы здесь живем, если вот все к этому приходит. Этот вопрос я задала в 9 лет. Я прочитала примерно всю свою дальнейшую жизнь. Ну, хорошо. Сейчас закончу школу, институт, да, там все прекрасно. Семья. Может быть, будет там хорошая работа. Да мало ли что будет. Ну, много чего может быть хорошего. Ну, а в принципе-то зачем, если ты все равно придешь к этому концу. Вот. И вот такой вопрос, на самом деле, тогда вот у меня уже... То есть это в 9 лет вы об этом думали? Да, я в 9 лет это прочитала. Мне на этот вопрос никто ответ тогда не дал, конечно. Ну, и что? Ну, вот так есть, да. Вот все так живут. Жизнь, она такая. Что здесь делать? Что с этим можно поделать? Вообще ничего с этим не поделаешь. Так есть, поэтому этот вопрос вообще, в принципе, ну, глупый. Вот. Даже как-то все удивились, почему вдруг я его задала. Ну, как-то для 9 лет, наверное, не очень он характерный все-таки. Ну, и так это благополучно забыли. Ну, забыли все, в общем-то, кроме меня. У меня он где-то там остался, записался на жестком диске. Постоянно он у меня выплывал. И пыталась на него вопрос найти все-таки. Ну, дальше жизнь, в общем-то, своим чередом пошла, да. И однажды, когда мы шли из школы, мы увидели группу, ну, шли с наклассниками, мы увидели группу таких ребят молодые, харизматичные, на гитаре играют, и что-то там о блоге рассказывают. Естественно, стало интересно. Мы все остановились. Вот. Как, что. Они действительно очень интересно рассказывали. Они пели христианские песни, что очень тогда привлекло. Вот. И они дали, именно от них я получила ревангелие на улице. Вот. Но до сих пор он у меня есть. Я его храню, несмотря на то, что там оно со всякими протестантскими пометками там и прочее, но оно мне очень дорого, несравнительно дороже всех тех книг, которые у меня там есть. Все правильные такие. Ну, вот. А это кто были из протестантов? Ну, а это, как же они назывались, так. Ну, обыкновенные, обычные пятидесятники. Вот. Я потом, потом со временем узнала, конечно, кто это был. Обычные пятидесятники были. Вот. Сейчас вылетело из головы даже, как они назывались. Вот. Если вспомню, я вернусь к этому вопросу. Вот. Ну, в общем, они дали Евангелие. Я его ночью прочла под веялом. Я была таким, скажем так, читающим. Ребенка меня читала с фонариком, когда меня гоняли, ну, загоняли спать, укладывали, да, и все отнимали. Я брала фонарик и что-то там читала. Вот. А читаешь, я прочитала Евангелие. Вот. Ну, и как это на меня повлияло? Ну, наверное, ночью, ночью за две, наверное, я его так прочитала. Ну, как, не все, не все четыре, но, может быть, два, наверное. Ну, я там читала, читала, читала просто. Просто не спала, просто вообще не останавливалась. Просто читала и пыталась что-то понять. Вот. И поняла, на самом деле, очень много. Во-первых, поняла, что это живой Бог, что это реально Его Слово, а не какое-то еще. У меня в этом не малейшее, не было просто сомнение. Вот. Что это, что Бог — это Личность. Вот. Когда мы в природе молились, Личность не откликнулась, а здесь откликнулась. Вот. И это тоже, ну, как бы, и вот эти все представления, навеянные всеми этими атеистическими рассказами, всякие эти, то, что дома говорили, да, вот это практически там агностики, да, Бог в нашу жизнь не вмешивается. Нет. Мы тут сами по себе. Вот. Оно как-то все сразу отпало. И я, собственно говоря, поняла то, что, может быть, наверное, даже многие православные за годы жизни, наверное, не понимают. Тогда мне как-то это открылось. Я поняла как-то, что Бог за нас, за всех умер, что Он спас нас от грехов, от смерти и от того проклятия, ну, собственно, которое Адам на себя навлек. Вот. Там еще было введение краткое. Там было несколько глав из книги «Бытия». Вот. Я как бы вот это прочитала, там основные события были. Ну, наверное, все знакомые с этими изданиями, они, наверное, у каждого есть. Или хотя бы каждый их видел. Вот. Там всякие пометки на страничках, на первых протестантских. Вот. А на обложке там «Бог любит тебя». То есть это, ну, вот оно сразу заставляет взять эту книгу в руки и просто прочесть, хотя бы посмотреть, что там находится. Вот. Ну, я была очень, очень рада тогда, очень счастлива просто, что я это поняла, что я это узнала. Я поняла, что меня до этого все обманывали просто. И что я как бы делаю дальше? Поскольку никаких православных церквей я не знала, ну, как вот, крестная, конечно, пыталась мне каким-то молитвам обучить. Что-то такое было даже. Меня заставляло когда-то Новый Завет читать, но вот пока мне его на улице не дали, пока я его сама в руки не взяла, он у меня, я его не слушала, не читала, и никакие молитвы, ну, ничего не откликалось, вообще бесполезно. Не могла понять, что она со мной делает и зачем мне вообще это нужно. Вот. И поскольку православие я не знала, то я, значит, думаю, а кто они? Ну, я как бы знала, откуда они конкретно. Это было то самое сообщество, та самая секта, которая рядом с нашим районом располагалась. Вот. Там еще они какие-то листовки давали. Ну, и мы просто пошли по адресу посмотреть, от чего там. Вот. Нас, конечно, очень хорошо приняли там, чаем напоили, мы там молились, там вместе, вместе с ними. Ну, и вот несколько воскресеньев, наверное, мы вот так подходили. На самом деле много они еще там прояснили разных вопросов. Вот. Потом... Вы им благодарны остались за это? Им, безусловно, да. Иначе никак не могло быть. Надо быть благодарным, правильно. Даже хоть что, как Господь делает. Ведь Библию-то вы получили, получается, не от православных, а от протестантов. Да, в том-то и дело. Конечно, я этот опыт очень... Я его до сих пор прекрасно помню. Я помню всех этих людей, несмотря на то, что, как бы, вот, дальше было, несмотря на то, что потом все-таки было православие, несмотря на то, что мы от них ушли, а ушли мы от них буквально через месяц или через два. Вот. В принципе бы, наверное, может быть, этот опыт продлился бы дольше. Но что произошло? Однажды, когда мы точно так же пришли на собрание, все, как обычно, все вроде тихо, спокойно, но мы, скажем так, увидели... Зашли, куда не надо было, увидели комнату страха. Вот. Мы увидели те самые говорения на разных языках, когда просто эти протестанты, они там, не знаю, извивались просто как змеи, там, вот, руки подняты, они что-то невнятное выкрикивают. И даже в том возрасте было понятно, что, скорее всего, даже таких иностранных языков нет, на которых они говорят. Вот. Ну, как-то вот это настолько страшно выглядело, что... Глоссоварий. А? Глоссоварий. Да. Да. И настолько это напугало, что в тот раз мы даже не остались на собрании. Вот. Родители знали, конечно, что я туда хожу, что мы туда ходим, значит, подруга одна, другая, что мы все вместе ходим, никто ничему не препятствовал. Ну, как бы надо ходить, и ничему плохому они нас не учили, все прекрасно, все учинно было. Вот. И когда я пришла, мама говорит, ну, что тут... Что вы так рано? Что случилось? А мы прибежали, испугиваясь подругой, и все. У нас реакция была одна и та же, на самом деле. Я говорю, там... Я говорю, там что-то страшное происходит, там индийские шаманы служат, или что-то такое. Я там сказала, вот именно вот это вот напоминало, то, что я тогда увидела. И напугало, конечно, вообще просто. Вот. Ну, дальше что-то надо было делать, да. То есть единственную ниточку, скажем так, какую-то связь с Богом, ну, такую земную, да, то есть кто мне мог что-то объяснить, подсказать, я из-за этого случая просто потеряла, получилось. Вот. Православные храмы, честно скажу, меня не тянуло. Меня, конечно, не хватило. Несколько раз это было. Но... Ну, вот как-то не откликалось, как-то... Бесполезно. Ничего... Ничего не сложилось. Что-то... Что-то такое душное было, непонятное было. Как-то... Ну, вот туда бы, наверное, я бы ходила, пятидесятникам. А... Просто в церковь, нет, мне не хочется. Да мне там как-то плоховато себя чувствую, потому что там то душно, то еще что. Ну, вот как-то... И что-то поют такое непонятное вообще. Вот. Меня бабушка один раз значит, отвезла в свою деревню, запихнула меня на клирос каким-то или каким-то тетушкам. Это было раза два, наверное. Вот. Я, естественно, там вообще ничего не поняла. Но у нее были представления свои. Ну, я там пела где-то в детском хоре. Ну, ты же поешь в детском хоре. Ну, иди туда попой. А чего тебе? Вот. Это все вот так настолько просто как-то решалось. Ну, я пошла, но думаю, ладно. Вот. Ну, все равно как-то не понравилось. Вот не отозвалось, и все, вот ничего не могу с этим сделать. Не отозвалось. Ну, дальше я продолжаю искать... искать ответы, как говорится, на свои вопросы. А что делать? Я уже, ну, как бы, не могу остановиться, да? Ну, вы вот в этот момент и вы там дальше продолжаете там гулять, там, я не знаю, у вас какие-то друзья, там, неверующие, там, матершинники, они в этот момент присутствуют в вашей жизни? Там, ну, что-то такое. Жизнь такая другая. Не только поиск, а мирская такая неверующая жизнь. Не, ну, конечно, она присутствует. Таких прямо друзей, матершинников, там, никаких-то у меня прям не было. Вот. У меня были нормальные, приличные подруги, но с обычными, скажем так, интересами, да, которые у девчонок бывают в этом возрасте. То есть, ничего особенного. Вот, конечно, да, все продолжалось. Не один поиск был. И постоянно там, то он, ну, скажем так, был более активным, да, то он как-то затухал. То есть, ну, в принципе, такое вот нормальное явление. Вот. Ну, а потом, ну, православный храм упорно. Мне там тоже тогда и крестное говорили, тебе надо сходить там, все. Ну, вот я ходила, и все бесполезно, все равно ничего, ничего не получалось и ничего не откликалось. Вот. Оттуда я пойти боюсь на собрание, потому что там индийские шаманы. Ну, и все, что делать. Вот. Как-то мне чуть-чуть затормозилось. Вот. Других индийских шаманов я не нашла, ну, то есть, там каких-то сектантов там или как-то. Ну, думаю, наверное, как-то... Ну, в общем, было такое время, когда мне надо было подумать. А Евангелие вы читать продолжали? Да. Я его дочитала полностью все четыре, там еще и Деяния были, и Послания были. Это был полный, полный Новый Завет, еще вот Деяния. Там все, в принципе, было, что мне нужно было. Все продолжала, как бы все прочитала. Кое-что стало как-то укладываться, что было понятно на тот момент, что можно было понять, как говорится, в том возрасте. Вот. Но первое, скажем так, вот это вот именно откровение, то есть, вот больше того, чем я тогда, вот в эти первые две ночи поняла, как бы, в принципе, больше не было. Вот больше. Вот так вот чуть-чуть вот было что-то. Вот. Ну, как-то все затормозилось, да, вот жизнь в свое обычное русло там вернулось. Там учеба, гулянки, анкеты какие-то там, вот эти вот, там прически, все, чем девчонки там увлекаются. Вот. И, значит, потом мне уже 10 лет, вот, как сейчас помню, это март месяц, мы пошли гулять, вот, а снег, и пошли, никто нас особо не предупреждал, там, что это опасно, там, как-то или что-то. Ну, я всегда такая была, значит, мне куда-то лезть надо, там, и все такое. Куда пошли? Мы пошли, мы пошли, сейчас, мы пошли гулять, вот, и там была речка, она, правда, не многоводная такая была, и мелкая достаточно, но тем не менее. Вот, мы пошли гулять, и снег под нами провалился, в общем, мы, мы под лед ушли, вот, в зимней одежде, и там, в принципе-то, если вот летом туда зайти, ну, совершенно, совершенно спокойно, клавы чуть-чуть там умели, конечно же, мы выплыли, вот, но мы не выплыли, поскольку мы попали, попали под лед, напросто, и вот эта вот одежда набухла, да, она нас просто тянула, на дно, вот, ну, и, ну, мы реально, мы реально утонули просто, вот, а что, а что, то есть вы все ушли под, уже ушли под воду? Да. Обе? Обе, да, полностью мы ушли под воду, ну, а дальше, в общем-то говоря, в общем-то было самое интересное, вот, мы вдруг все, все, что происходило, то есть вот эту речку, и, и нас самих, мы почему-то, я почему-то увидел это сверху, и вот это было очень странно. Вот, потом я уже, конечно, поняла, что это такое, вот, и я увидела свою подругу, она тоже, как бы, вроде бы, какие-то похожие, себя, не знаю, как будто тонкая, что ли, какая-то, даже трудно как-то описать, что, что, как бы, вот, ты тогда видел, да, вот, и ты начинаешь просто общаться, то есть мыслью, обычно мы в жизни общаемся словами, да, и нам люди отвечают, соответственно, тут ты общаешься мыслью, то есть ты что-то подумал, и ответ тоже получил, мгновенно и мысленно, все, и вот так дальше ты общаешься, вот, мы о чем-то там поговорили, и потом она мне, значит, говорит, что мы больше не увидимся, ну, почему-то так, вот, тогда это было непонятно, но потом стало понятно, почему так произошло, потому что я, на самом деле, вернулась обратно, вот, а Карина, она умерла, вот, она не вернулась, вот, поэтому так и было, как бы сказано, ну, потом я, значит, смотрю, собрались люди, нас выловили там, вот, и говорят, ну, все там, типа, они не дышат, вот, и я это все сверху увижу, мне это все странно, я пытаюсь кричать, эй, я живая там, я тут вообще там, это руками разбахивать, что-то там, ну, вообще там, это жестикулировать, вот, ну, там, меня никто не слышит вообще, я кого-то пробую, по плечу там, давай, вот, вообще ничего, никакой реакции, вот, потом, что-то раз, я куда-то двинулась, и начала там сквозь, сквозь людей проходить, просто-напросто, думаю, тогда как-то думала, странно так вообще, вот, потом там какой-то дом был, я сквозь окна, двери, значит, прошла, вот, и это было тоже какое-то новое, непонятное ощущение, тогда, конечно, я еще не поняла просто-напросто, что, что со мной произошло, просто так вот, что-то новое, вот, потом, какая-то поляна, вот, и эта поляна была такой, красоты, что, и вообще в тот момент было так хорошо, что до этого вообще, в принципе, никогда не было, вот, я это никак не смогу, наверное, все-таки описать подробно, потому что, ну, это вообще превосходит, скажем так, какое-то человеческое понимание, и, в общем-то, самое красивое место для Земли, которое можно только там представить, какое-то эзотическое, оно, ну, просто ничто, вот, и уже тогда было понятно, что, ну, как бы, вот почему-то такая мысль появилась, что, вот, ну, здесь точно есть Бог, и Он есть во всем, что здесь есть. Вот, ну, по-другому, по-другому, по-другому никак. Вот. А потом, немножко так еще, вот, прошли, вот, и была, какие-то крутости, вот, потом на Дюйну летели, и было просто жутко, страшно, туда как-то свалиться, вот, оттуда постоянно какие-то вопли страшные донесились, там, типа, убейте меня, какие-то проклятия, крики, вот, и, ну, как бы, сейчас я уже понимаю прекрасно, конечно, что это было, вот, а потом было, как это объяснить, какое-то подобие храма только, он был точно тоже какой-то, как сказать, прозрачный, не знаю, хрустальный, если так, что ли, описать, если вот по-земному, но как-то все по-другому, не как на Земле, как вот потом, когда я уже стала там, в храм ходить, что-то такое вспоминала, но, ну, не так, не так, но похоже, вот, и, собственно говоря, это и была, значит, первая клиническая смерть, даже на клинической, в общем-то, на биологической, если так сказать, вот, потому что всего на Земле я отсутствовала около часа. Потом очнулась в морге, точнее, не очнулась, а как будто одела просто на себя свое тело и проснулась. Это было как-то так. Вот. Очнулась, конечно, в ужасе и в разочаровании просто, что я сюда вернулась, в этот, значит, морг, какие-то мертвые люди тут лежат, и вообще, значит, я стала, ну, он был закрыт, я стала долбиться, там, откройся, там, и все, ну, реально было страшно. Вот. Пришел, ну, значит, пришел, пришел какой-то человек, открыл там, ну, видимо, врач, вот, и все как бы дальше. Вот. Никто этому не поверил, думали, ну, там что-то перепутали, наверное, мало ли, ну, каким образом я могла попасть. Да никак. По-другому. То есть, ну, что-то врач там, наверное, ошибся. То есть, никто мне не поверил, никто ничего, что такое вообще, в принципе, не могло быть. Вот такая была, как бы, история в моей жизни, потом она, в общем-то, толчок, на самом деле, не хороший, как бы была. Подожди, я не... Так ты в морге оказалась? Да. Очнулась там, да? Есть. А не верили, это кто не верил, не могу понять. Ну, все как бы не верили. Я уже потом поняла, что, ну как, я же тоже потом это как-то осмыслила, то есть, я поняла, что я, ну, я не особо там поняла, что там какая-то там вечная жизнь, что-то другое. Ну, я имею в виду, получается, тебя не откачали, да? Нет, не откачали. Да, то есть, ты, в принципе, уже все мертво и в морге, и там вернулась жизнь к тебе. Все понятно. Да. Ну, а врачи, врачи те живые, ты не знаешь ничего, кто, что там был, кто-то же в морге был из людей-то там, кто тебя открыл там. Ну, мы потом не узнавали, кто там открыл. Нет, ну, просто там помнят люди, они как это объяснили-то? Никак не объяснили, я же говорю, вполне объяснили, ну, наверное, врачебные ошибки, что-то мы бы перепутали, видимо, что, ну, не может быть такого. А сколько минут были вы под водой, получается? Не знаете? Под водой? Нет, трудно сказать, но достаточно, мне кажется, достаточно долго. Вот Сергей Парализованный, который-то есть, видео, он там, сколько это, 15 что ли минут под водой был? Ну, то есть уже биологическая смерть, там 8 минут мозг живет, а там 15. И тоже Господь вернул его к жизни. Я не смотрела еще, ну, пока не зашла. Вот, и когда я, ну, конечно, я родителям сказала, что я, ну, как-то тогда представляла, там, смотревшись всякие фильмы, что я в другом измерении, это и есть, в принципе, другая измерение, на самом деле. так ты это писала, ну, подумали, что там что-то вообще непонятное, да, несет. родители этого, они уже узнали, как-то родители, то есть вот этот, все события произошли, вот, родители в курсе были, или уже когда ты очнулась, они только узнали? Нет, они были в курсе. То есть для них тоже это чудо произошло, да, то есть, что все уже мертвое, и вот она жила. Да, но они его не восприняли просто как чудо, потому что, ну, они просто не поняли, как такое может быть, ну, не может быть, наверное, врачи ошиблись. Ну, понятно, ну, это понятно, всегда так, если не верующий, то он по-другому не может. Несказанные рады были, понятное дело. Ну, да, ошибки врачи, все там, никто ничего не выяснял, я не пыталась там потом сказать, рассказать, ну, просто никто в это не верил, там, нет, такого не бывает. Хотя даже запись была о том, что, собственно говоря, все, как бы. Да, ну, и дальше что? Дальше, как это на вас повлияло? Как это повлияло? Тоже все как-то думала, 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 думала. На смысле? На самом деле, очень долго думала, да, я после этого православие только через два года дошла. Я еще два года целых думала. А как пошла, а как дошла, ну, собственно говоря, тоже как-то все случайно произошло с точки зрения так вот мирского человека, все было как обычно. Потом, значит, тетя абсолютно неверующая тоже на тот момент, онфаназно что-то говорит. не хотите в Оптину пустыню поехать? Ты как-то не знаю, что-то там родители там как-то стартачились, да, что мне говорится, как бы, зачем? Ну, я сидела и говорю, а я хочу, не знаю, зачем мне это тоже надо было, но вот я захотела, да, хочу, мы поедем. вот. И там вот, когда я тоже, на самом деле, оказалась уже в православном храме, до этого, как бы, я говорила, что я почему-то не чувствовала вообще там присутствие Божие, в православном храме, что-то мне много, что не нравилось, там, как-то, вот. тут я реально почувствовала именно Божие присутствие, реально почувствовала того же самого Бога, которого, собственно говоря, я познала тогда, когда, вот, первый раз я Евангелие прочла. И так я, в общем-то, как бы, вот, пришла, получается, в православие. Это уже в 13 лет, да? Ну, да, уже где-то. 12, 12, 12-13, да. А что там в Оптино-Пустыне, конкретно? Ну, что, я не могу, как бы, что вас, вы там в храме почувствовали это? там в храме почувствовала, да, мы были, мы были на службе, были на, да, то есть, там тоже, как бы, Евангелие там, вот, читалось. Ну, то есть, у вас сошлось? Да, 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 все сошлось, то есть, то, что я там читала, то, что я здесь услышала, поэтому, я там, и потом я стала уже сознательно, ну, как, сейчас говорят, воцерковляться уже, то есть, ходить там в храм, это вот это вот все изучать, вот, и потом уже, вот, пошел, вот так вот пошел мой путь. мы как-то думаем всегда, что там, мы как-то ищем Бога, да, из моего рассказа, наверное, тоже это следует, что вот я искала, 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 а вот Бог, он никак не откликался, да, там очень долго, очень много времени, там вот прошло, но на самом деле, как вот, даже картина такая есть, да, называется, свет миру, по-моему, вот, там Христос в терном венце, вот, и он стучится в обросшую терном вене дверь, такая есть картина, вот, и когда, значит, автор, художник, да, показал свою картину своему другу, он говорит, ну, что-то странно, да, ты допустил ошибку, он говорит, мол, а какую? Он, ну, у двери нет ручки, вот, ты ее позабыл, вот, а Ханк тогда ему ответил, что, как бы, это вообще особая дверь такая, не имеет ручки снаружи, но может открыться только изнутри, вот, и, ну, то же самое, наши сердца для Бога, они тоже изнутри только открываются, никак по-другому, на самом деле, он нас ищет, а не мы его, если так посмотреть. А первая исповедь у вас через сколько была? и вообще, как была ли такая генеральная? Ну, как, я к ней не очень хорошо подготовилась, я, не было молитвослов, я его взяла, открыла сзади, там был перечень грехов, я думаю, что говорить на этой исповеди, списала, какую-то половину и сказала. Понятно. И священник это послушал, позадавал ему несколько вопросов и понял, что, как бы, я все, я все срисовала, смотря этого слова, вот, и, ну, уже стал, соответственно, объяснять, что надо делать, я не знала, что надо делать, он сейчас, ну, то есть, он начал наводящий вопрос, да, он понял, что я вообще, в принципе, там не готова, он начал наводящие вопросы и, соответственно, я ему уже отвечала, то есть, вот в таком виде, была первая исповеди. А это вот в том храме, в котором вы сейчас, или другое? Нет, 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 в этот храм я уже пришла, сейчас я пришла только в 2016 году, на самом деле, то есть, до этого много храмов пришла, вот, но в том храме непосредственно, в который я начала ходить, в 13 лет, и там всю юность, я его провела, это вот Покровский храм в нашем городе, в Калуге, вот, и там и молодежка там, и, ну, вот в воскресную школу я как-то не ходила, как-то не сошлось почему-то тоже, хотя меня звали, но как-то не тянуло, то есть, я сама в воскресную школу не проходила, преподавать, я потом преподавала, причем, даже с таких там лет, там, с 18, с 20, то есть, я уже помогала там кому-то из преподавателей, вот, и сама я не проходила в воскресную школу, и так вот лет до 18, наверное, 19 было, дальше потом там другие события были. Ну, расскажите. Ну, дальше я себя пробовала, скажем так, как в монастырской жизни, я такая начитанная достаточно была девушка, да, я начитала всяких патериков, и решила, что... Добротолюбий! Это самое, что это самое то, мне надо срочно туда пойти. Как я прям. Вот, и, ну, вот, попробовала себя, вот, попробовала жить в состречестве православном, попробовала жить в монастыре, потом даже еще, вот, ну, что-то как-то не пошло, не знаю почему-то, почему-то у меня не сошлось опять ничего, вот, и потом я уже вернулась, скажем так, ну, к обычной монастырской жизни, ну, никаких постригов, ничего как бы я не принимала, то есть, именно как послушница жила, пыталась что-то понять как-то для себя, ну, в плане того, что там, для чего как бы я вообще сюда пришла, то есть, потом пошло осознание, все-таки я пришла не с полным осознанием, потому что я начиталась, показалось, что это самое правильное, вот, и надо обязательно это выполнить, ну, по максимуму, да, все по 100%, по 100%. Это, да, то есть, особое, то есть, христианство более глубокое, то есть, вот, монахи, это вот, да, истинное такое, самое настоящее христианство, а тут оно так, так же, разбавленная водичкой, и, вот, и Рик наложился на юноческий максимализм, и получился такой результат, в общем, как-то так. Да. Ну, да, это так часто, так достаточно. Ну, вот, а потом, как вы узнали, ну, допустим, о Данииле Сысоеве, как вы вообще сейчас вот в этот храм попали, с батюшкой познакомились, который ваш сейчас? Ну, батюшка, я... Миссия, как вы вообще стали благовествовать? Благовествовать совсем-совсем недавно я стала, вот, прочитав толкование отца Даниила, песни, песни, вот, ни о чем, ни о чем до этого вообще не думала подобно, что благовествовать, хотя у меня подклик такой был, вот, я, кстати, забыла упомянуть, что еще будучи там с этими протестантами, да, я там тоже несколько раз выходила на подобные такие же акции, которые мы видели, то есть, концерты там, вот это, и мы тоже там раздавали такие же вот эти вот маленькие Евангелия, вот, даже что-то там по почтовым ящикам там что-то бросали, там какие-то письма, не письма, уже не помню, какие-то листовочки, ну, то есть, вот, вот такое, как бы, вот, было еще тогда детское благовествование, вот, потом, осознательно уже, да, вот именно, когда, не знаю, как-то дух, видимо, от Сатаниила, как-то вот это вот. Он уже был, он, это то есть, было уже, когда он мертвый был, да? И как-то, не знаю, видимо, не знаю, свою мысль, передался. В этот момент я поняла, что оно вот это вот правильно, как-то оно опять все сложилось, что нужно... Правильно, это евангельский дух, правильно, конечно. Ну, хотя еще тогда я, как бы, на это обратила внимание, что там, как раз в конце Евангелия от Матфея, даже тогда это помню, где это находится, как-то найти, что идите, научите все народы, крестяй, во имя, отца и саня, святого духа. У меня даже в детстве не было тогда сомнений, что это не апостолом сказано было, а вообще всем. Ну, да, тогда Евангелие понимало, как бы, именно применительно, чисто к себе и вообще, как бы, ко всем людям. А он дальше говорит, я с вами до скончания века, это тоже только апостолом, что ли? Он прям... Это последнее, главное, что всегда, когда человек перед смертью, допустим, или перед уходом, он дает самое важное поручение, которое вообще только есть. Все говорят, смотри, вот я ухожу, вот последнее, и вот это последнее перед вознесением дает, оно самое важное, оно смысл вообще содержания церкви на земле. Для чего она нужна-то? Какую она роль выполняет? Томостроительство Божие в чем состоит? Вот это и есть. И именно это умудрились у нас в православии задвинуть куда-то вообще в неизвестное место. И Даниил Сусоев это поднял. Удивительно, что, ну, эти вопросы... Да. Я в храм, как в Георгиевске, собственно говоря, попала. Я вообще была в другом приходе, в другом приходе пела, но работала рядом с этим храмом, где я несколько лет буквально я вот ходила в обрезанный перерыв прогуляться мимо этого храма. Думаю, что ж такое-то? Все закрыто, 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 закрыто. обойду, думаю, наверное, я что-то не нашла, как-то... Вот. Смотрю, что вроде как ухожено, странно, наверное, когда-то должен быть открыт, но что-то я все как-то не выпаду. Вот. Кстати, интересная его история, в общем-то, сам храм, он... С чего, в общем-то, начиналось, да, то есть, обычно в храме... Ну, с чего любой храм начинается, да, начинают служить фитургии, начинают его благоустраивать и начинается служба, да, но как бы вот обычно так, стандартно. А наш храм, собственно говоря, начинался с того, что, ну, тут было все разрушено, естественно, там, в советское время, вот, был даже второй этаж, там какие-то танцы были или что-то, но в общем-то, он в ведении управления культурой был, в Калужском, вот, и потом, уже когда передали, в общем-то, православной церкви, да, вот, он долго тоже как-то уставал, и батюшка долго не находился, вот, то старобрядцы как-то пытались его облюбовать, потому что была история, что одно время он, что этот храм был именно старобрядческим, вот. Ну, что интересно, с чего вообще все началось? Наш батюшка, который сейчас здесь служит, он занимался тоже молодежным движением, вот, и это молодежное движение было при Калужской духовном семинарии, там был храм, и вот это молодежное движение посещало тот храм, также батюшка тоже там для нами служил, вот, а здесь, когда храм отдали Сугиоргию, естественно, были развалены, ничего не было, и первым делом, что здесь появилось, это появился библейский кружок, вот, библейский кружок и часа православия, то есть вот две такие вещи, которые, в общем-то, собрали весь этот приход, по сути, вот, а как оно происходило? Сначала пришла та самая молодежь, которая была вокруг батюшки, вот, а потом мы повесили объявление, и стали люди смотреть, о, а что тут, а что тут такое? Какие-то, какие-то беседы, храм действующий, ну, какие-то беседы есть, даже какие-то люди тут молодые ходят, и как-то стало интересно, да, что это не даже там бабушки, не просто там служение, как обычно, что такое, вот, это именно библейский кружок, и стали люди вокруг этого собираться, вот, и так со временем, в общем-то, создалась община. То есть, она изначально собиралась, получается, вокруг кружка библейского? Да, то есть, служить в храме было еще нельзя, служили в храме при семинарии, вот, а здесь в храме у нас, то есть, были какие-то работы, и собирались именно для изучения Слова Божия и катехизаторских бесед, по сути, вот так вот. А сейчас вот община, сейчас у вас есть тут общее собрание, которые тут периодически и по библии занятия, среди уже старичков даже, имею в виду. Ну, да. Занятия, занятия по библии, все, кто тогда пришел, они все здесь, все остались, вот, кстати, в этом году было десятилетие общины самой, вот, в феврале, вот, дело в том, что первая литургия была отслужена как раз в конце февраля 2012 года, получается, вот, и это было прощенное воскресенье, так символично получилось, да, и вот прощенное воскресенье именно стало, в общем-то, днем нашей Африкатской 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 А община, она как-то оформлена, или это как приход имеется в виду, оформлена? Или как отдельная как-то оформлена? Не-не-не, она никак не оформлена, она просто существует, то есть приход-то приход, но не все прихожения вообще не получаются. Ну, то есть, как общий, понятно, как приход. У меня как приход существует, но есть свой внутренний устав, основанный как раз на чтении слова Божия, основанный на телах новосердия. А устав написанный? Писанный устав? Ну, он даже есть, да, вот у нас есть помянник, если я сейчас полминуты есть, я буквально там могу даже найти. Ну, вы можете потом сбросить, если это не секрет, просто посмотреть, почитать устав, нам интересно тоже, а мы вам тоже сбросим уставы. Ну, хорошо, я вам даже могу отдельно что-то записать и пояснить, даже что-то да, можно так. Вот. Ну, в общем-то, можно, наверное, вернуться к тому, как я попала сюда. Вот, я ходила, здесь ничего, ничего не было, ну, так вот, на взгляд, хотя храм уже тогда был точно действующим, однозначно был действующим. И, ну, в общем-то, как, расстроилась, думаю, ну, ладно, а зачем мне другой храм, у меня свой храм есть, и как-то перестала даже не выходить там, и все. Вот. И однажды, папа мой шел от какого-то врача, вот, и зашел, увидел, значит, этот храм, и попал на, на богослужение. А у нас так вот литургии нету в виде недели. Вот. Обычно это, ну, вот утренний там приходит, мы служим пораньше с утра. Вот. И он попал на такое, на такое богослужение. Приходит мне и рассказывает. Представляю, как я была в храме в таком, вот, и сегодня меня тоже заставил батюшка чего-то читать на службе, а я не знаю, чего читать, как читать. Ну, давай-то пришел, а вот я переживал, там, я что-то там плохо читаю, да, церковно-славянский, там, все такое. Представляешь, меня еще и петь тут попросили, рассказывает, ну, это все. Немножко так в шоке пришел. Потом, значит, еще раз, когда-то он зашел тоже, опять, опять то же самое, и мне рассказывает, слушай, ну, вот у тебя будет время, ты зайди там, может быть, до работы там, или когда, попой-то читай, ну, у отца Георгия совсем некому петь и читать, но уж раз он меня заставил, значит, совсем некому. Я, значит, зашла пару раз, что-то мне не особо даже как-то сначала понравилось, вот, вышла, рассказываю потом вечером, ну, папа мне говорит через несколько дней, слушай, ну, у тебя совесть-то есть, у них некому петь, считать, а тебе зайти тяжело, да, ну, что там. Вот, и я стала как бы ходить, потом уже стала изучать и вникать вообще, что происходит, потом узнала об общине, вот, обо всем, что здесь происходит. Но я еще не была сначала в общине, меня батюшка попросил вести занятия по литургии, как раз по служебному чтению, но у нас даже некоторые по наморитам не знали, например, там, как апостол, там, толкнуть, так, вот, и как бы, ну, вот, соответственно, благодаря этим занятиям, может быть, ну, как бы я и задержалась, то есть, постоянно нужно было, вот, потом меня стал проверять, ну, в общем-то, одновременно уровень моих, скажем так, познаний по вероучению, что я читала, там, что не читала, даже тоже цикл физических бесед полный вообще прошла, вот, ну, мне, в принципе, самой было интересно, сначала как-то немножко даже смущало вроде как, что, ну, что он меня заставляет какие-то беседы проходить, я там давно уже в храме, вот, потом я ему, на самом деле, была благодарна, что этот курс прошла, потому что все равно что-то нашлось такое, что я как бы не знала, вот, а многие люди говорили, что батюшка говорит об одном и том же, но всегда по-разному, и разные вопросы могут возникать, и что-то такое, и поэтому, ну, вот, важно, и вот мы тоже давно ходим, и все равно что-то новое появляется, то есть, это очень полезные такие курсы, да, случаются. Ну, вот, так вот, потом, вот, как я, собственно говоря, осталась, как я уже непосредственно в саму, как бы, вот общину попала, вот, я стала ходить на библейские группы домашние, у нас есть домашние библейские группы, сейчас, правда, их мало осталось, но все равно, вот, где непосредственно изучается писание, но только в домашней обстановке, то есть, были занятия в храме, они раз в неделю были, были занятия, вот, именно домашние библейские группы, своя программа была, вопросы. Часто Библию изучали с какой-то еще книгой параллельной. Например, «Точное изложение православной веры». Тоже там свои вопросы были. Братья вели тоже очень интересное занятие. И я стала ходить на одну из таких групп. Потом я стала ходить на девичники. У нас тоже девичники были. То есть у братьев у них свои там мальчишники. Девчонки тоже собирались отдельно. Такой вот у нас был досуг приходской общины. А потом уехал регент, который здесь был. И я его тоже хорошо знала. Это француз был православный. Я тогда когда-то говорила, что он из католичества православия перешел. Очень такой интересный человек, харизматичный. И так получилось, что когда он уехал, он в Россию по контракту работал непосредственно. Он в Калуге работал, в других городах. Всего, наверное, лет десять он так попутешествовал по России. именно вот работал здесь. Вот. И в каждом городе он там выбирал себе какой-то храм, останавливался там, ну вот, и там пел, ходил на службы. Нет, по-моему, он во всех храмах пел, он тоже говорил, что... Ну, в общем, когда он уехал, батюшка, естественно, уже попросил меня, потому что в тот момент не было как у других организаций. Вот. И так уже непосредственно я здесь уже осталась, действительно. Да. Понятно. Понятно. Ну, а расскажите, чем занимаетесь? Вот вы, я с вами разговаривал, вы какую-то миссионерскую поездку там ездили, где-то там даже по домам ходили. Что это такое-то? Что из себя это представляет? И как часто это у вас происходит? Кто это организовывает? Ну, организуем мы все сами. Мы все сами. То есть это прихожане, конечно, естественно, не все прихожане далеко там у нас расположены в этой деятельности, даже и в общине тоже не все деятельности расположены. То есть это определенный там круг людей. Вот. Ну, на самом деле там, если всего, так, ну, человек 15, наверное, кому действительно прямо так интересно. Вот. Все остальные там, может быть, где-то за компанию помочь. Как в качестве там волонтеров, каких-то добровольцев. Вот. А ездим, ну, с разной периодичностью, в зависимости от того, как возникает, возникает, как говорится, нужда. Ну, вот на улице, там, квартирам, там, в своем районе или что-то, мы стараемся там раз в неделю, две, там, иногда на какой-то курс, например, выбираем, там, онлайн-курсы организуем и выходим. Тогда уже, ну, несколько дней, там, подряд, может быть, ходим, там, в городе. Вот. Иногда там можем какой-то стол с книгами организовать, то есть что-то, ну, раздавать народу. Но Евангелие, понятно, там оно всегда есть. Вот. А батюшка организатор, да, основной, как бы, вокруг него это все крутится? А, да, 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 да. Хватит, что я ищу, несколько человек, включаю, включаю меня. Вот. В поездки я делюсь. А как это вы, вот вы выходите, допустим, в уличную, там, вот, по квартирам еще, вы как-то это оформляете? Как-то... Ну, что значит оформляете? Ну, как-то это оформляется, может быть, я не знаю, там, бумажным образом. У вас есть какой-то бумажка, какая-то вам дается, что вы можете проповедовать, там, что-то такое? Нет, 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 нет. Это у нас не таких бумажек. Единственное, если мы располагаемся где-то со столиком, на котором литература, и это какое-то городское место там, то на это, конечно, нужно разрешение. То есть на это... То вы это, да, понятно. Вот. А на остальное, нет, как-то, ну, если какие-то вопросы есть, то, ну, как говорится, у нас все легально, все официально. Нет, документов специальных не носим никогда. Ну, вот, когда пакет яровой вышел, новый, там же, и там в итоге по этому закону нужно теперь проповедническая деятельность, она должна быть как-то оформлена, и должно быть разрешение от религиозной организации, что если человек там ей принадлежит, обучен там, ну, что-то такое. И вот в крестовозвиженской общине в Барнауле там батюшка сразу выписал всем, что там такой-то принадлежит общине, там религиозная организация такая-то, и все может осуществлять миссионерскую деятельность. Ну, на самом деле, у нас есть, и есть, собственно говоря, действительно, ну, как бы тоже документы, но никогда мы их не носили, и вопросов каких-то никогда не возникало. Кто вы, что вы, откуда и как. Больше где-то на уровне страха, что сейчас примут за каких-то сектантов, да, свидетели ИГУГа в основном же ходили в свое время по квартирам, это их в основном. А они имели право также, они на том-то весь вопрос, что они должны, ну, то есть вообще все, даже там, баптисты, писятники, они на равных с православными для государства должны быть. Должны быть. Но, да, если православные, то как бы к ним это все не применяют сразу же. Если видят православный, не применяют. А если какой-то неправославный, тогда сразу закон против него поворачивается. Да. У нас так на Руси тысячи лет. На самом деле у людей не возникает обычный вопрос. Никто не знает, тоже, вот я вот сколько благовествовал, потому что никто же, полиция там, они не знают о существовании этого закона. Многие. Просто не знают, и все спрашивают, а что вы делаете? Ну, я говорю, вот подарить книги хочу другим людям. Чтобы они просили, ну, там, если курить, пить, Бога познали. А, ну, хорошее дело делаете, к примеру. И все, подарить только. Не, мы прекрасно знаем про этот закон, но... Ну, да. Ну, кто не презирался с ним. Обычные люди либо принимают Слово Божие, либо не принимают Слово Божие. Это они на две категории делятся. То есть они на самом деле крайне редко тебя принимают действительно там за какого-то там сектанта или на эту тему как-то рассуждают. Они либо просто не хотят говорить, либо они наоборот хотят говорить. Если они хотят говорить, то им не настолько важно, кто конкретно к ним пришел. В общем-то. Да. Я вот Евангелие-то раздавал, и тоже женщина подходит мне, деньги сует. Я говорю, мы деньги не берем. Вы что, говорит, не православные, что ли? И уже неоднократно так. Я говорю, даром получили, даром давайте. Такая сразу. Побежала батюшке спрашивать. У меня тоже был один раз такой случай. Ну, вы православные, да? Ну, вот, а что вы там уходите, там проповедуете? Там тоже начинаешь, да, говорить там что-то про Бога, что давайте ему вам что-то подарить. Но обычно все равно с какими-то книгами ходишь. Или хотя бы с какими-то листовками. Ну, чаще всего это Евангелие и какая-то листовка. Это минимум необходимый. Вот, в принципе, для миссионера. Ну, и как-то долго с одной женщиной разговаривали. Вроде я что-то слушала, слушала. Потом говорит, ну, вы православные, но о чем вам пожертвовать-то надо, скажите. А вы потом листовки, какие у вас есть, вы поделитесь с нами? Хорошо. Чтобы посмотреть. А мы тоже поделимся. А вот еще, ну да, вот я как-то тоже благовествовал. Там какой-то праздник был, по-моему, крещение Господне. Ну, и Евангелие. Люди-то идут на крещение. И много народу, понятно, там собор зелый неверующими забит. И думаю, самое хорошее время. Ну, я вышел из улицы. Ну, и какой-то там местный из храма прицепился. Говорит, вы что тут делаете? Да я говорю, вот, православный патриарх, красный Евангелие раздаем. По благословению патриарха. Нельзя. У вас есть благословение? Я говорю, есть, от Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, открываю. Иисус Христос сказал, идите проповедуйте Евангелие. Нет, говорит, нужно, чтобы от священника было благословение. Я говорю, подождите. У ниже стоящего не берут благословение, когда вышестоящий дал. Это неуважение к вышестоящему. Он дал приказание, все, ты идешь. Нет, нужно. Я говорю, хорошо, у меня есть, говорю, от митрополита. Подойдет? Анастасия? Вон. Нет, это тут нет, сейчас другой митрополит, говорит, уже. То есть, я говорю, все, просрочено благословение уже, недействительно. Нет, говорит, у вас должно быть именно благословение от вот всего сейчас действующего епископа. Я говорю, ну тут извините уже. И в итоге, но это, кстати, у меня сподвиг. Я все равно раздавал. А там он служил как раз в митрополит Кирилл. Собор Казанской иконы Божьей Матери новый построен. Ну и все, закончилась служба. Ну я побежал сразу с другой стороны двери, которая сзади там есть. С черного хода, они оттуда выходят. И там митрополит выходит. А у меня камера здесь. Этот на мне, водитель. Ты что тут с камерой? Я говорю, ну да, снимает. Убери камеру. Прям буквально, прям кулаки уже взял. Убери камеру, убери камеру. Да я его, подожди, говорю, ладно, ладно, убрал. Митрополит, хожу, он обнимает. С меня там снег стещает там. Я говорю, отец говорю, вот благослови, этот. Тут люди не дают благоуставать. Благословите меня на всей территории, говорю, чтобы я мог спокойно этим заниматься. А что ты, говорит, раздаешь? Я говорю, ну вот Евангелие, а какая? Ну вот это вот красное. Так это благословение у патриарха. Благословляю. И все, благословил. Обнялись и пошел дальше. Я к этому прибегаю, но говорю, ну все, есть благословение теперь. Он стоит, молчит, но не знаю. Все равно дальше ходит, всем говорит, у них не берите, у них не берите. На духовном уровне чувствует. Противник благовестия. Как Златоуст, по-моему, сказал, говорит, что это антихристы. То есть, если, говорит, человек противится благовестию, это антихрист. Ну, с маленькой буквы. Потому что только антихрист будет этим заниматься. То есть, дьяволу только не угодно. И все время встречаешься с такими препятствиями. И только благодаришь Бога. Это только показывает, что правильно. Все правильно. Это показывает. Ну вот на самом деле очень много вопросов. Благовестие вызывает, кстати, как раз у людей даже больше православных, чем атеистов на улице. Очень много. То есть, вообще, чем вы занимаетесь? То есть, могут сказать, что ты как сектант. Это только, ну на самом деле, только скорее православный. То есть, атеист такой редко говорит. Либо не слушает тебя, либо... Он не знает ничего, конечно. Вот Игнатий Тихонович и всеобщина, они около 30 тысяч Евангелия раздали в окрестных, ну, проехались по селам. И вот его вывод такой, что если, говорит, храм есть там, если нет храма, то все люди, то есть в селении, все люди восприимчивые. И они приходят, там они как, тоже идут, у них визитки, они заранее, допустим, в этом селении, там клуб бывает, да, там, ну или спортзал какой-то, и договариваются с администрацией, что там на такое-то время, чтобы они это, ну, предоставили. И мы будем, ну, будут собирать людей туда. И они проходят по всему селению, раздавают Евангелие, приглашают на беседу, чтобы пришли. И вот, говорит, что люди приходят, слушают, но если храм там есть, как будто выжженная земля, говорит, полностью. Не Евангелия нету, и ничего слышать не хотят о Евангелии. А у нас батюшка есть, и все, он скажет, и все. А в одном, говорит, мы приехали, и там вышли священник, говорит, уходите, прям, вы вызвали полицию, милицию на тот момент, вызвали милицию, и, а милиция приехала, а что, ничего не нарушили, что мы будем сделать, то есть ничего сделать не могут. Уходите, говорит, уходите. То есть, лишь бы только... А мы, говорит, да мы к вам приводим, чтобы люди, Евангелия-то у них не было, у этой, у этой. Одна, говорит, бабка в одном селении пришла. Да, говорит, у меня есть. А ей, говорит, ну, покажите, принеси. Приходит там этот сонник, приносит Евангелие-то у нее есть. И такое очень часто. Может быть, вас тоже приняли за сектанты по части? Ну, конечно. А как еще? Ну, это же легко разобраться. Православные. Вот они очень быстрые на осуждение, не по рассуждению. На суждение, не по рассуждению. А еще что-то, может, хотите рассказать? Можете спросить. Вдруг что? Упустила. Ну, и вот вы, получается, у вас миссионерская направленность общины, да? Да. Миссионерская социальная. Социальная, получается. А социальная в чем состоит? Ну, а социальная в помощи, ну, первое направление, скажем так, взаимопомощь. То есть, ну, в первую очередь, конечно, там, внутри самого прихода, помощь. Ну, и дальше уже, там, соответственно, помощь, там, ну, тем же детям-сиротам, да? Да, даже есть противоабортное консультирование было. Ну, вот это вот, мамочки как раз ходили, у кого много детей, они ходили по женским консультациям и, соответственно, ну, вот, разговаривали тоже с мамочками. Вот. Ну, какие еще направления? Ну, также. А в храме, расскажите, о храме у вас торговля есть? В храме? Нет, в храме у нас торговля нет. В храме у нас непосредственно свечной ящик, он выглядит таким образом. То есть, есть, грубо говоря, две кружки для пожертвований, да, на которых написано, там, за свечки, за записки. То есть, если ты хочешь пожертвовать, ты жертвуешь. Если ты не хочешь, ты не жертвуешь. Записки, свечи ты пишешь и берешь сам. Вот. За них никто не следит. То есть, все, батюшка и все, вот эти слова, что Господь выгнал всех торгующих-покупающих, он это прекрасно знает, да? Да. И 76-е правило Шестого Вселенского Собора. Шестого Вселенского Собора тоже, получается, исполняет. Да, понятно. Хорошо. А возглас оглашенные за дети у вас выполняется? Ну, насколько, насколько выполняется. То есть, если... Ну, вот люди готовятся к крещению, к примеру, да, вот вы оглашенные они в этот момент. Они еще катехизацию проводят. Вот в литургии идет. И возглас оглашенные за дети. Они выйдут? Они выйдут. Они выйдут. То есть, им скажут, выведут? Ну, то есть, скажут, что их проинструктируют? Или их кто-то выведет? Нет, обычно мы это объясняем. Мы также приходим, к примеру, человек на литургию, мы ему напоминаем, соответственно, что... Ну, вот это важно, да, вот, потому что пока что вот это важно, на этот момент, чтобы там вот ты вышел. Ну, конечно, там вот захожан каких-то, да, про которых мы не знаем ничего, но там, конечно, их никто не выводит, потому что никто не знает, если человек такой там зашел, ходит по храму. Ну, любой может зайти, в принципе, да, и ходить. Ну, понятно. Но если бы по-другому было, то, мне кажется, бы мы бы на вас напали. Если бы вы закрыли вдруг, запретили просто так всем заходить. После оглашения изъедите храм закрывается. Нет, вообще я имею в виду, чтобы левый человек не мог зайти туда, просто так, пока его не узнать, что это за человек. Он вообще что? Чего он тут что-то зашел-то? Может, это колдун какой-то? Не, ну как? Ну, Христос же всех ждет. Как можно там взять одного? Нет, написано, что посторонник же, никто не смел приступать к ним. Они не могут приступать. Это он ждет, где? Там вот на улице вы идете, вот там ждет. А не там, где когда в храме. Это храм уже идет для тех, кто непосредственно уже к верующим. А тут пока это не верующие. Это где? В мечеть. Попробуйте, зайдите просто так. Ну, оно как туризм. Как туризм только ты зайдешь. А вот так, чтобы у них там моление, что ты зашел там, вот как у нас крутится по иконам. Никогда такого нет. А в ресторан, я говорю про мирской даже, ресторан. Там ты даже в одежде, вот если тебя в определенный, там, дорогие рестораны, тебя в дресс-код, ты не зайдешь туда. Там люди, потому что люди сидят определенного, там, аудитория определенная. Другой туда тебя не пустит. И везде так. Только сейчас в наших православных храмах проходной двор. Колдун может зайти. Любой. Хоть кто может зайти. Что делать? Прямо на богослужении ходить, начать туда по кругу, туда-сюда свечки ставить, там, толкать, передавать. У вас так можно? Во время богослужения ходить? У нас так нельзя, но были даже такие прецеденты, когда один раз тоже зашел человек, и наши братья стояли, ну, наверное, минут пять, наверное, за ним наблюдали. Он обошел икону раз десять, наверное, вокруг, да, вокруг иконы, вокруг подсвечника, с какой-то, значит, с какой-то свечой такой массивной. Потом еще что-то там достал, потом, значит, вот как-то это самое, как-то махать начал. В общем, ну, это сразу стало, конечно, там, видно, заметно, несмотря на то, что вроде как-то в сторонке было. Ну, вот был такой прецедент, да, тоже как бы вот. Нет, ну, понятно. Его вывели, потому что понятно, что он чем-то не тем уже занимается. Даже непростой там захожанин, который просто свечу ставит. Таких, конечно, никто не выводит. А вот еще такой вопрос. Этот, попрошайки сидят около храмов там часто. Вот там цыгане там какие-то. Их ничего не выгоняют, они так, у вас там они такие есть? У нас их как-то вообще нет, в принципе. То есть они не сидят у нас перед храмом. Не знаю, с чем это связано, даже, в принципе, такого не было. Ну, вот, потому что мало кто знает, что каноны церковные говорят о том, что им давать нельзя. Есть канон, который конкретно говорит, что просящим, то есть в ограбе церковных, у них должна быть специальная епископская грамота, которая, что они действительно нуждаются. То есть это значит, должна какая-то комиссия назначена быть, ну, или там люди какие-то, даже прийти к ним домой, узнать, нет ли у него родственников, может, он пособия какие-то получает, может, еще что-то, что он действительно нуждается. А не так, вот у нас в нашем храме цыгане всех заворожили, весь храм, ну, я так называю, заворожили весь. Она заходит, богослужение идет, она заходит, это у нас, не в общине, а вот где я в Казани сейчас живу, то есть обычный храм. Заходит, пойдет к аконе, то есть богослужение идет, это разницы нет. Там поклониться так, она знает, как себя вести, у нее все движения такие, ребенка там поцелует, поцелует, и назад такая отходит. Ну, и все так, ох, какая она, видимо, благовейная, ну, неверующая, понятно, кто не знает. И потом там садится, и я смотрю, с храма идут, и, да, все дают ей деньги, там, сыпят там. Я говорю, я там встал тогда, говорю, нельзя церковь, говорю, запрещай давать, только нуждающимся. А здесь, я к ней подошел, а она подходит к причастию, ее причащают, это вообще не видно. Я подошел, говорю, а вы, святого духа, кто такой знаете? А, я говорю, в это воскресенье из мертвых верите? Ну, все мы должны верить во что-то, а святой дух, кто это такой, не может ответить. То есть, она даже не знает. Я батюшке подхожу, говорю, вы посмотрите, кого причащаете-то. Они, говорю, ничего не верят вообще, люди-то, не воскресенье мертвых, ничего. Где, кто? Ну, вот, говорю, цыгане, которые, почему не запрещаете? И никак так все осталось. Ну, вот так. И это везде. Я в семинарию пошел недавно. Там прямо на входе в семинарию два алкаша с этой стороны и с этой. То есть, они там стоят, сидят, стоят матерятся. То есть, я когда приезжал, слышал. Ну, тут я подхожу, глаза мгновенно, как у рыб, такие смиренные такие. Как бы, да, то есть, нашли идиотов, которые всем дают. И в интернете, я тоже в ютубе, одного человека такого там нашли. Он там смотрю, кто-то там расследование провел. Он там что-то в Макдональдсе питается, в хорошей одежде. Он говорит, ну, что ты там, как бы, сколько получаешь? Ну, сколько тебе сигнал? Ну, говорит, примерно в Москве. Ну, 80-100 в месяц примерно он так набирает. Ну, говорит, тебе что, не стыдно, что, как бы, может, другие нуждаются? А ты берешь, не, говорит, там нуждающихся почти, говорит, нету. Может, один процент, и не найдешь. То есть, всем хватит, говорит. И тем, и другим. Вот. Поэтому, святые отцы говорят так, что милостыня, поданная пьяница или кощунику, идет в ад, и идет в ад к сатане. И апостол Петр говорит, в добродетели покашу и рассудительность. Я с прихожанами разговариваю, говорю, ну, хорошо, вот добродетель, это что, милостыня добродетель? Ну, да, говорю, да. Ну, а как вот в милостыне показать рассудительность? Как? Вот добродетель покажи, как? Ну, не знаю. Ну, вот, говорю, вот так и показать, чтобы давать нуждающимся, а не тем, кто просто так просит-то, и бездельники, и ты им грех, наоборот, толкаешь. То есть, она просит, потому что она за счет этого живет. Ей не работать не надо, ничего вообще. И ты в этом, весь приход их в этом поддерживает. Главное, когда я начал это все говорить, я потом сейчас перестал, она проклинать стала, ну, это цыгане, детей там, ну, сразу проклятие пошли. И ничего не сделаешь, самое главное. Человек идет, и одна только прихожанка, вот мне не дам, говорит, я вас так благодарю. Я проходил, у меня сердце, и, говорит, мне хочется так дать. Я давала, но у меня какое-то сомнение было. А теперь, говорит, все, я нашла, кому давать там каких-то нуждающих. А вот этим не даю. Хорошо, благодарю, что вы, говорит, мне показали этот канон, там вот это. А другие так и дают. Себя успокоил, ушел дальше. Причастился, сразу согрешил после причастия и пошел дальше. Мне кажется, что у нас по тому еще нет просителей, потому что, ну, вообще, в принципе, есть, во-первых, есть это социальная служба, про которую, в принципе, все знают. Вот. И также знают, как можно туда обратиться. Обратиться туда можно только, ну, как говорится, с полным пакетом документов, чтобы действительно поняли, что помощь действительно тебе нужна. То есть все мы оказываем, никто там особо не сможет, смотрит там, какой он там чистый, грязный, еще какой-то. Нет, никто ничего не смотрит, но смотрит реально, насколько он нуждается и что конкретно как бы ему нужно. Итак, без документов никаких, никакой помощи. То есть если не подтверждено там ничем, то никакой помощи, как бы так, наказывается там лево. А купель у вас там в храме есть, получается, да? Купель для взрослых? Да, для взрослых. А и вот, допустим, сегодня вас крестили, и сколько воды набрано было, вот когда вы встали? Купель. Вот вы встали, вот вы в полный рост стоите в купелье. Сколько воды? Ну как, это смотря, 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 ну как, мне вот так вот прямо, ну уже, то есть совсем-совсем близко. Ну где вот это горло, где там ниже, грудь? Ну где-то вот так вот. Я просто не вижу, тут не показывают у меня. Я вот тут вижу вас только вот по этой части. Я так, я ниже не вижу ничего. Ну вот практически, ну вот практически, практически где-то. А, ну все, все. Все ушло, ни одна волосинка не осталась? Нет. Говорит. У нас ни одна волосинка не останется. Хотя, видела как-то тоже крещение, и вот, не знаю вообще, насколько уже там вот можно делать. Вот в таких вот шапочках, да, там всяких вот оплавают, которые, ну для плавания там вот, кто ходит в бассейн, в таких шапочках, хоп, оттуда ныряешь, и прям так. И крещение бесплатно у вас, да? Да, у нас все таинства бесплатные. Да, 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 это, конечно, это так, ну, удивительно. Мы так порадовались, когда об этом узнали. А когда еще показали, что у вас на стенах есть места писания, более я брату Игорю Дубунову рассказывал, говорю, у них места писания на стенах? Я говорю, еще. Он говорит, да, я говорю, да. Ну, говорит, ничего себе. Я говорю, ты не понимаешь. Там даже, говорю, неканонические книги, места писания, это вообще что-то, говорит, это он, говорит, вообще никогда не слышал, чтобы места из неканонических даже. Ну, что, Иисус и Сына Серафова вообще нужно читать всем. Вообще всем вступающим в церковь. Это вообще, может, как первое. Да, даже не в церковь, это просто даже не верующих надо читать. Там просто даже житейская мудрость, которую человеку жизнь спасет. Конечно. Это не... Да. Так, ну, еще такой вопрос. А свечи у вас какие? Вы не сами их... Ну, там, там, спасики бывают, заказывают. Вот как у нас в общине, да, там спасики заказывают. Воск и сами их делают там бабушки. У вас закупается, да? У нас закупается, да, но мы тоже заказываем в том же месте, где вот, ну, как бы, и мед там заказывается. То есть, ну, там... Какое-то свое место там есть? Свое, да, там реально свое производство. То есть... То есть оно, хотите сказать, они у вас чисто восковые? Ну, конечно, да. То есть без парафина? Нет-нет-нет, никакого парафина мы не используем. Никакие желтых, красных, зеленых, ничего этого не есть. Только вот, какие есть, вот такие вот натуральные, и все. Да, потому что чистое-чистое, а нечистое нечистому. Бог принимает только... То есть, все, что мы Богу, мы не должно быть никаких парафин, ничего, это гадостей таких. Чистое-чистое, нечистое-нечистому. Ну, все. А, допустим, свечи у вас горят, допустим, они, как у вас, агарки догорают или остается, потом их убираете и потом опять переплавляете? Нет, ну, все, догорает и все, догорает прямо вот под конец. Ну, то есть до конца, да? Да-да, не до половины, как там идет свечница и собирает там эти агарки. А потом опять и опять продают. А их потом опять переплавляет и опять продают. Это воровство называется. Человек купил полную свечу и дает на всесожжение. А здесь ее не всесожжение и потом на перепродажу. То есть, еще из этого. Это никак нельзя такое допускать. Да, и это даже у вас так хорошо. Еще у себя. Понятно. Ну, а такой дресс-код у вас существует? Для общины именно. Ну, то, что, допустим, штаны, как к штанам относятся женщины? К брюкам там, в платьях или в юбках ходить? Батюшка что-нибудь об этом говорит им? Ну, так, вообще для общины все-таки это более сломудренная одежда, конечно, предусмотрена. Нет. Дрюки, они не приветствуются. Захожане и даже прихожане, в принципе, могут там вот как-то там заматываться. Как вот обычно ходят там в храм, то есть это есть. А в общине нет у нас, в принципе, как бы это не принято. Ну, вот они там вот в саммите, когда живут, ну, вы же общаетесь между службой. Я понимаю, что вы за это не отвечаете ничего, и даже батюшка, он за это... То есть человек, он сам там решил, да, он тут будет, но там он, понятно, в жизни он там может, в принципе, что хочешь даже в эти мимикрировать и что. То есть это не ответить. Ну, и просто, как вы сами оцениваете по общине самой, женщины в основном как ходят? В штанах? Ну, как бы... В основном, в основном, в третий нет. Все-таки ходят в платье. Ну, как бы такого нет. Вот в штанах, я сама, в принципе, в штанах так вот как-то, ну, в принципе, вот не ходила как-то. Ну, и не хотелось как-то, не тянуло никогда. Ну, в второзаконе 22.5 на мужчине не должно быть женской одежды, и на женщине не должно жить мужское платье. Ибо так, ибо мерзок перед Господом Богом всякие делающиеся. Все. Часто говорят, есть женские джинсы. Лукавство все. Оно все облегает, и что тут, понятно же дело, все видно. И тем более Господь говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействовал с ней в сердце своем. Она прошла по улице, 10 человек уже убила, можно сказать, в духовном смысле. И сама не заметила. 96-е правило 6-го Вселенского Собода уже говорит тоже об этом всем. Волосы красить, там, всякие украшения, там, завитушки там всякие делать. 96-е написано, да будет отлучен, кто этим занимается, там, бороду. Ну, там, в толковании об этом написано. Мы, говорят, в житии, мы, приняв крещение, дали обет подражать житию Христа. А они сразу, многие говорят, а это речь о том, что вот о добро, ну, как бы, добро делать там, ну, такое все. А не о внешнем. А там 96-е правило только о внешнем виде. 96-е правило 6-го Вселенского Собода. Вообще, там ни о чем, только о внешнем виде. Вроде говорят, малое-малое, но написано, верное в малое на многих поставлен будет. Малое-немалое, а, как бы, содержание и формы, они взаимосвязаны. Поэтому везде в армию ты придешь, тебя вначале оденут, а пока тебя не оденут, тебе в руки оружие не дадут. У тебя будет, вот здесь пуговица расстегнута, тебя в руки не дадут оружие. Потому что ты еще не пришел в порядок, в который должен прийти. У мусульмана это все очень хорошо развито, конечно. Ну, сейчас тоже, конечно, все это уже не так, но это все собирает, это, ну, понятно. Понятно. Так, что еще-то я хотел спросить по общине. Епитимьи, у вас практика епитимьи батюшка накладывает? У нас есть практика, да. Они, конечно, намного-намного более лояльные, чем... Чем каноны? Ну, конечно, да, потому что... Ну, как сказать, тут вот мы тоже думали над этим вопросом. То есть, насколько вообще сейчас, в настоящее время, все это должно и может применяться. Епитимьи, безусловно, они должны быть, без них вообще просто никак. Но если сейчас всех под епитимью пустить, которые действительно там в канонах написаны... Я вообще, в принципе, не знаю, кто тогда в храме вообще, в принципе, останется. Ну, вы, вы... Так, ну, вот вы, допустим, представьте, да? Ну, вы бы, если бы вам епитимью каноническому наложили, вы бы ушли? Или обрадовались, наоборот, что вам Господь дает такую церковь? Вы, как бы, такой... Вы, лично. Ну, что? Потому что... Потому что это непосредственно врачевство, скажем так. Поэтому... Ну, а кто бы ушел-то-то, получается? Ушел бы кто-то? Вот в том-то весь вопрос. Для чего? Это как вот... Нету правил. И все хорошие. Правила включи, и грех сразу становится виден. Вот этот грех, ой, правила, они... Он вскрывает сущность человека, какой он есть. Вот в чем дело-то. Ты правила, если расслабляешь, ты... Сущность у него скрыта, она неизвестна, что там, что стоит. Правила включаешь, сразу все понятно становится. Кто свой, кто чужой, верующий, неверующий. И же апостол Павел же говорит, что греха как бы не было, то есть его не видно было. Но когда пришел закон, грех стал... Сразу раскрылся. А он был до этого, он был до этого, но... Теперь он стал... Теперь видно его стало, как вот сквозь решетку просветило. И ты вот эту решетку пускаешь, правила, включаешь правила, и все. Сразу свой, чужой, верующий, неверующий ушли. Они, значит, не были наши. Вот из этого исходим. Даже говорили, святые отцы говорили. Если говорят, отцы говорят, не пощадили, а говорят, как мы, что мы, милостивее отцов, что ли? Понимаете? Там вот, допустим, аборт, 10 лет отлучения, да? От причастия. Но по канонам можно сократить на одну треть. Если кается человек, то есть он выходит, все показывает, на одну треть можно сократить. Будет 7 лет, к примеру. Но опыт показывает, допустим, у кого аборт был, да? И это в крещеном состоянии. К примеру, я говорю, может, другой любой чашки, там, прелюбодеяние, там. Если не было эпитемии, то какая-то неисцеленная рана остается на всю жизнь. Все-таки отцы-то, они не просто это все так дали. И закрепили седьмым вселенским собором, по-моему, первое или второе правило, где написано. Если кто, говорит, какое-либо правило покусится отменить, ну, то есть отменить или изменить, то, говорит, будет повинен этому правилу. Сразу же. Ты вот не сделал, ты сразу, тебе наказание этого правила на тебя ложится. А так 719 правил в канонах церкви. Их вообще 900 с лишним, но там где-то 200, там они не рабочие. Они связаны были с каким-то лицом или событием, которые уже нету. Нельзя. 719 правил. И исследование мы проводили самое большое. Сегодня в православных, в православии 400 с лишним нарушается каждый день. 400 с лишним правил. То есть, когда мы поем в символе веры святую соборную апостольскую церковь, надо сказать, что это лицемеры стопроцентные. Какая соборная, если соборные правила не исполняются? Это то же самое, как иудеи говорили, мы дети Авраама. Вот то же самое наше пение сегодня символы веры святая соборная апостольская церковь. То есть, Христос нас скажет, если вы были соборные, вы бы слушали соборные решения. Как он сказал, если бы вы были те Авраама, вы бы меня бы слушали. Поэтому нам ли некоторых обличать-то, я имею в виду, бороться с какими-то, даже с теми же католиками, я имею в виду, в чем-то, когда мы сами погрязли так, что, мама, не горюй, здесь пророка нету на нас. Бороться не с католиками, а с ереси какой-то, с конкретными, с католиками, с самими чего бороться. Ну вот, когда объединение Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, Приходов и РПЦЗ произошло, там вот Игнатию Тихону сразу позвонил, ну какой-то, в общем, человек из высокопоставленной, скажет, наконец-то, говорит, мы теперь будем с католиками, говорит, не пятернёй, а кулаком, говорит, по них бить. То есть, вот для чего объединение. То есть, это люди неверующие, они думают, что с этим бороться надо. Они вот в чем думают. Поэтому они, допустим, что-то происходит, храмы надо сразу защищать с оружием в руках, это вот любой неверующий сразу. То есть, это ему не веру защищать, не веру евангельскую, жить по евангельской вере, а храмы, к примеру просто говорю, да, то есть, землю, то есть, то, что можно потрогать, то, что можно там поцеловать, не то, что духовное, что самая ценность-то. И вот то, что вы говорили, что, допустим, Библию начали изучать, да, там вокруг Библии организовывалось кружок, вот это и определило всё последующее. То, что вы сейчас говорите, мне сразу сейчас всё понятно. Почему у вас так всё, как не везде, как везде такого нету? Потому что всё было основано на Библии. А там, где Библия, там Дух Святой. Там Дух Святой действует. И люди собираются соответствующие. Я так понимаю, у вас платят эти Святая Десятину. Да, 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 совершенно верно. И это решение было принято, кстати, не единолично Батюшкой, а, ну, как бы всей общиной. А основание какое-то было общиной? Они как, почему посчитали, что Десятину надо платить? Ну, как раз именно библейское было обоснование. Другого обоснования никакого не может. Библейское. Да, вот что значит Библию читать. Ну, слава Господу. Благослови вас Господь и батюшку отца Георгия Казанцева. Я раньше, я заочно был только с ним знаком через ролики. Я видел, как он с язычниками там, они с отцом Данилом Сусоевым, там диспут был. Ну, там вообще были как эти, как бы эти какие-то, ну, я не знаю, там, варвары. А это как просвещенные отцы. Ну, вот если смотреть беседу, знаете, язычники как, ну, просто вообще там беседа такая. Ну, тогда я молодой был, я смотрел, мне так интересно было это. Я вашего отца Георгия сразу запомнил, мне он очень понравился. Я даже искал в интернете там где-то еще, о чем он говорил, еще что-то. А когда вот вы показали, я удивился. Да, я вот, кстати, хотела у вас спросить, а вот как вы когда проповедуете, вот как вы вообще начинаете проповедуете ли вы там возле храма, или куда-то, вот я имею в виду не поездка, а вот именно такая вот, именно уличная. Праздники. Вот так вот, праздники. Допустим, 9 мая было. Все, и набираем рюкзак. Допустим, я братьям звоню, кто у нас по городу есть. По два там, допустим, чтобы мы пошли. По два разделились. Ну, вот в этом раз с женой мы были. То есть мы с женой идем. То есть в праздники, то есть там никакое не общение, ничего это практически нет. Задача одна. Людям как можно больше раздать Евангелие, и там наши визитки есть. Визитки, там приглашение занятием по Библии, ответы на вопросы, вот и все. То есть ты не задерживаешься почти. То есть правило там больше 2-3 минут с человеком не говорить. Уже дальше. Дальше-дальше идти. То есть на скопление людей. Вот так мы благовествуем во всех праздниках. Также из выхода из храма выходим. Допустим, я иду в какой-то приход. С батюшкой заранее договорюсь там, что я буду раздавать. Если он дает благословение, то я в храме могу, где-то там в ограде. Если не дает, я за ограды храма, там никакой власти его, ну как разницы нет уже. За ограды там выходят, я просто так же раздаю людям. Вот так вот. А так вот, чтобы общаться, такого, ну, вот если только беседы начинаются, люди спрашивают, тогда только мы общаемся. И то не более 2-3 минут. Ну, а если вот это, я говорю, при храме там где-то, да, там около, вот неправильно, ну, где вот не надо раздавать, там можно и дольше, можно и дольше беседовать. Вот, собственно, все благовестие. Так, в чат-рулетке благовествуем тоже. Я захожу, в чат-рулетке, Содом и Гамора. В поезде едем, благовествуем. Ну, вот где только можно, всегда Евангелие с собой должно быть. Господь часто сам направляет. У меня неоднократно там было, что-нибудь там автобус, какой-нибудь ломается, там, или еще что-то. Все сразу ухо востро, ты должен знать, что-то, то есть, если что-то нестандартное происходит, Господь что-то делает. Часто бывает с людьми, вот стоят, там, 5 человек. И, ну, и думаешь, как о Боге-то им сказать. Да, вот, беседа какая-то невозможна. И вдруг просыпает, то есть, как будто входит, и ты, как находишь, в какой-то момент перекрестив, перекрестился, да, и беседа начинается. И легко, прям все места писания в голову тебе идут. Сразу выдаешь. Плюс тебе открываются мысли другого человека. Там, какого-то определенного. Это значит, что тут какая-то душа, она может обратиться. А бывает там 10 человек, и ты ни слова сказать не можешь. Потому что там нету, кто услышит. Дух Святой это показывает. Вот все, кто благовествует, они это знают. Вы тоже должны это знать. Ну, то есть, что такое Господь дает иногда такое воодушевление. И память сразу острая становится. Что надо сказать, ты знаешь. Все, это непередаваемое. Благовестие. Это благодать, обращающая душу, призывающую. Это тоже говорит Феофан Затвой. Благодать бывает трех видов. Это призывающая, обращающая и освящающая. Вот призывающая, обращающая у сектантов очень сильно действует. Через них Господь многих призывает. И обращает даже, они каются. А вот благодать освящающая только в истинной православной церкви. Больше нигде. То есть, и в церкви, где есть таинство, священное таинство. Ты только можешь осветиться. А это уже, у сектантов такого нет. И вот, и у нас в православии сегодня это, вот эта первая благодать, обращающая и освящающая. Вообще не распасть ее нет. Вот только вот вы говорите там, еще где-то там может быть. А так ее вообще нет. Тысячи лет, две тысячи лет ее просто задвинули куда-то никуда. Но во всем освящающая, причастие, 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 все. Которое дано только для верных, уже которые посвятили жизнь свою Христу. Это вершина вершин. И из нее сделали такое, как все мы ее раздали, которые совершенно к ней не готовы. А у сектантов наоборот. У них первые две филигранно развито. Просто действуют. И они вот на этом и живут. Потому что Дух Святой через них действует. Потому что православные часто они говорят, спрашивают. Вот это там, вот есть такие, кухулить начинают. Они говорят, что там это Дух нечистый. Нет. Вот там, где они о Христе проповедуют и по Библии, это все Дух Святой. Там, где о Христе, по Библии. Там, где они добавляют искажения, там это нечистый. Потому что никто не может исповедовать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым, апостол говорит. Все. Это значит, вот на том этапе, где они исповедуют Иисуса Христа Господом, где по Библии, это все Духа Святого. Но они на этом останавливаются. Они не идут дальше к церкви. Остановка происходит. А кто идет, тот находится временем. Да, все верно. Иначе, если бы не было бы вообще никакой благодати, наверное, мою историю сегодняшнюю можно было бы зачеркнуть. Поэтому никогда не надо хулить иначе все можно потерять. Те люди, кто, получив там что-то и потом начинают хулить, допустим, их, хулить я имею ввиду отрицать, ну, вообще, само вот это, что благодать действует. Они потом теряют то, что и веру всю полностью становятся, становятся неверующими. Все теряет то, что там получили за неблагодарность. Поэтому надо это разделять. Быть благодарным за одно, но то, что они не в церкви, это другое, что это не церковь и ересь. Ну, все, да. Больше тогда отвлекать я не буду вас, Ирина. Я вас благодарю за беседу, за свидетельство. Хорошо. Ну, все. Благослови вас Господь. Отцу Георгию поклон передайте. Пожалуйста. Обязательно. С Богом.